всем привет меня зовут соня прямо сейчас я нахожусь во вьетнаме в городе ничанге не подумайте что я шарохаюсь по ночному городу нет на самом деле сейчас время 5 утра ну а встала я в такую рань для того чтобы показать вам как просыпается вьетнам но если друзья я все-таки не усну по дороге то вы это увидите вьетнам страна рассветов местные жители очень ранние пташки здесь принято вставать в 4 30 утра выйдя в такую рань на улицу когда еще темно можно увидеть как из своих домов уже достаточно бодренько выходят вьетнамцы и все как один направляются в сторону моря кто-то идет пешком у кого-то легкая пробежка а кто-то едет на велосипеде или байке но все исключительно на берег моря зачем вставать в такую рань чтобы пойти на набережную спросите вы судя по огромному количеству людей массово занимающихся утренней гимнастикой смело могу сказать во вьетнаме живет очень спортивная нация каждый занимается в собственном темпе никто ни на кого не смотрит кто-то качает пресс как может кто-то пританцовывает но так или иначе все занимаются физкультурой берег буквально усыпан местными жителями туристов тут конечно тоже можно повстречать но им точно не до зарядки думаю они только уснули кстати государство всячески поощряет желание людей заниматься спортом вдоль набережной установлены бесплатные тренажеры а еще здесь можно наблюдать кружки по интересам например за группой вот этих бабуль закреплен именно этот участок площади где каждое утро в одно и то же время у них проходит тренировка я застала часть с мечами а вот эта банда уже других вьетнамских бабуль занимается с веерами и те и другие выглядят впечатляющим женщины помоложе предпочитают более активные тренировки танцуют разучивают связки и как мне показалось готовятся наверное к выступлению тренажеры тоже не пустуют все на спорте один мой знакомый вьетнамец сказал что именно в это время с 5 до 6 утра полезно заниматься спортом и купаться в море по его словам ранним утром в человеческий организм буквально из космоса поступают витамины и что человек должен пробуждаться вместе с природой на рассвете смысл конечно в этом есть под витаминами думаю он подразумевал полезность от занятий спортом на свежем ионизированном воздухе и закаливание освежающей водичкой есть такое мнение что соленая вода вытягивает все болячки море способно лечить а пробуждение вместе с природой вполне логично стране где солнце уже активно с 11 часов и все важные дела необходимо успевать сделать в первой половине дня до наступления жары на самом деле это очень вдохновляет хочется каждый день вставать в 4 30 и также как местные жители приходить на море делать зарядочку дышать воздухом купаться в море это конечно очень здорово потрясающая привычка я конечно аплодирую стоя этим людям особенно вот тем бабушкам с веерами и свечами красотки я конечно вдохновилась но насколько хватит моего вдохновения не известно но завтра я вновь хочу прийти сюда утром и я даже хочу искупаться на рассвете да 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 что то мне подсказывает с моим именем подъем ни свет ни заря не войдет в привычку не буду себя даже мучить ну а сейчас друзья самая приятная часть утра завтра конечно же прежде чем позавтракать рекомендую выпить свеженький кокос пить его лучше натощак чтобы вся полезность кокосового молока как следует усвоилась в организме будете в стране где растут эти плоды обязательно возьмите за правило выпивать один кокос в день это просто кладезь полезных витаминов и микроэлементов для нашей с вами красоты а вот теперь можно и позавтракать традиционный завтрак во вьетнаме суп фо есть фо бон это с говядиной и фо га с курицей кстати небольшое отступление во вьетнаме слово га означает сразу и курица и девушка не понимаю экологической цепочки но да ладно вернемся к завтраку фо это наваристый мясной бульон которым заливают рисовую лапшу в нем есть мясо зелень и соевые ростки также к фо подается много зелени которая добавляется в суп по вкусу еще одна полезная привычка вьетнамцев есть много свежей зелени на каждом столе стоит рыбный соус добавляем его затем соевый я добавлю еще немножечко черного перца также вместе с супом приносят тарелку зелени и на свой вкус добавляешь только травки сколько тебе хочется здесь базилик листа салата и также на каждом столе стоит вот такая тарелочка с чили перчиком а ну еще конечно же не забываем выдавливать лайм суп фо я люблю что за лайма было побольше так ну теперь все готово и можно приступать к трапезе я предпочитаю фо с курицей супчик очень вкусный и сытный огромные порции здесь лично я не смогла доесть этот супчик и у меня такое ощущение что до вечера я сытая точно глядя на вьетнамцев хочу заметить что ритм жизни у них достаточно размеренный после завтрака они плавно перемещаются в кафешке где пьют кофе и делают они это весьма неторопливо общаются между собой или сидят в телефонах такое ощущение что на работу никому не надо кстати вьетнам занимает второе место после бразилии по экспорту кофе здесь производят два сорта арабику и рабусту кофе здесь принято подавать с холодным зеленым чаем пьют из этих двух бокальчиков по очереди кофе заваривают настолько крепким что забываешь о своем столь раннем подъеме от сна не остается и следа с этим напитком во вьетнаме связана одна традиция по воскресеньям здесь принято ходить большими семьями на утренний кофе в кофейник просто яблоку нигде упасть с 8 до 10 утра это законное время для общения с родственниками на мой взгляд еще одна прекрасная привычка к полезным привычкам можно еще отнести употребление дуриана это пожалуй самый обсуждаемый фрукт в мире кто-то говорит что он пахнет канализацией и есть его невозможно другие утверждают что дуриан это самый вкусный фрукт в мире и имеет сладкий запах в общем сколько людей столько и мнений я привыкла опираться только на собственный опыт ну что ж дуриан куплен назад пути нет буду пробовать вот пожалуйста дали специальную такую перчаточку чтоб как говорится знаете не отходя от кассы начать уже его кушать уникальность этого фрукта в том что он содержит большое количество органической серы именно из-за серы фрукт и обладает специфическим запахом также в дуриане содержится много витаминов микро и макроэлементов жители юго-восточной азии убеждены употребление дуриана в пищу способствует продлению здоровья и молодости не зря его называют королем фруктов лично мне напоминает это дыню мне очень нравится дуриан не так знаете ли страшен черт как его малюет но есть правило главное дуриан нужно есть на улице на открытом воздухе дома в отеле в автобусе в машине его кушать нельзя только на открытом воздухе если вы принесете дуриан в пакете домой а через сутки откроете его запах вас мягко говоря отпугнет именно поэтому в отелях висят запрещающие знаки с дурианом вход воспрещен и второе правило нельзя алкоголь если уж вы кушаете дуриан по крайней мере ближайший вечер никакого алкоголя быть не должно но тут уж выбирайте либо дуриан поесть либо винишко воды как я уже говорила в первой половине дня делаются все важные дела половина это длится до 11 часов потом наступает сиеста в пик жары с 11 30 до часа 30 это официальный перерыв на обед в это время у вьетнамцев законный сон на улицах становится малолюдно многие магазины закрываются а вот зайдя в открытый есть шанс заткнуться спящего продавца вот что что а сон здесь по расписанию после двухчасового перерыва на обед город вновь начинает просыпаться официальный рабочий день длится до 17 30 во вьетнаме проживает большое количество католиков католицизм был привезен сюда португальцами еще в начале 16 века потом вьетнам был колонией франции в общем все это сказалось на сегодняшней религии 10 процентов вьетнамцев католики каждое воскресенье последователи этой веры выходят в свет на воскресную вечернюю службу скажу честно я никак не ожидала увидеть здесь такое огромное количество людей мало того что собор битком так еще и вся площадь наружу занята прихожанами я была впечатлена мужчины в брюках и рубашках дамы в платьях при макияже и прическах не все конечно но большинство старается выглядеть на воскресных службах подобающим образом немножко конечно странного вьетнаме быть на службе в католическом храме и слушать проповедника азиатской наружности хотя это все предрассудки у религии как и у любви нет национальности людей могут разделять законы традиции обычаи но желания у нас у всех одинаковые мы все просим бога об одном и том же иисус буда аллах шива неважно как мы его называем и в каком храме молимся пожалуй на этой ноте я и закончу сегодняшний выпуск будьте здоровы счастливы и пусть все ваши просьбы будут услышаны и реализованы в жизни увидимся совсем скоро пока по ночному городу нет а так хорошо почти получилось снять кадр ну ладно еще разом я вернулась я снова с вами пик 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 попал в рот мягкая танцы ой а